Всем привет! Сегодня я хотела вам показать вещи, которые, я думаю, очень важны, если вы начинаете с макияжем и вы не знаете, что купить. Бегинеры! Просто вы не знаете, что же мне купить в магазине. Я имею в виду девочки, мальчики, которые от, я не знаю, может быть, 15, 16, 17, 18 лет. Я не знаю, когда вы начинаете с макияжем. Я знаю, что не все могут пойти в магазин и купить там 200 вещей от Мак и там что-то всё распробовать. Я понимаю, что если на что-то деньги тратить, тогда это должно работать. Паша меня сокричал. Сначала, конечно, начинаем с основами. Если у вас кожа хорошая, я бы не советовала использовать тональные основы. Хотя я думаю, что это важно иметь одну тональную основу, может быть, на какой-то специальный день, может быть, на вечеринку какую-то. Моя первая основа была от Мак. Это Мак Select SPF 15 Foundation. У меня в оттенке NC25. Она мне очень нравилась. Я всю баночку расходовала и потом я купила новый. И новый мне не нравится. Я купила другую. Set & Finish. Такая вся блестящая. Но вот эту основу я бы советовала вам. Мне кажется, что больше, чем одну основу не надо иметь. Просто нет смысла. Я знаю, что многие бренды, как Revlon или что-то, делают очень качественные основы, которые немножко подешевле. Но я не нашла такую основу. Мне кажется, я не знаю, мне очень жадно тратить большие деньги на такие не люкс продукты. Но если это люкс, я лучше потрачу еще на 5 долларов больше. Но знаю, что это качественные и там Мак или Ланком что-то. Мне очень нравится вот эта основа. Хотя вот я не советую всем основу иметь. И если вы тоже не хотите основы, я бы советовала какую-то пудру. Вот это Mineralize Skin Finish Natural от MAC. Ну, можно, конечно... Все эти вещи, которые я вам показывала, от MAC. Это я не специально. Просто мне очень нравятся MAC вещи. Она не покрывает все прыщи или несовершенства. Но она очень хорошая, очень легкая. И можно ее просто так носить без, конечно, основы какой-то. Я знаю, что от Bourjois все мне говорили, что очень хорошая пудра. Он дешевле, я думаю. И от Essence можно тоже найти что-то. Если вы не хотите основы и не думаете, что она вам нужна, я бы советовала просто купить консилер. Консилер у меня тоже от MAC. Это Pro Longwear Concealer. Перед этим у меня был Maybelline Concealer, который мне очень тоже понравился. Это консилер. Я думаю, что можно купить в обычных магазинах не за большие деньги. Если вы начинаете с макияжем и не хотите покупать тональную основу, я бы советовала консилер какой-то. Может быть, от Essence, от какой-то компании. Ну, конечно, если вы хотите от MAC, я бы советовала Pro Longwear Concealer. Вот такой. Для румян я бы советовала NYX румяна. Это кремовые румяшки. Вот такие. Я их уже почти расходовала. Это в цвете Boho Chic. Отличные просто румяна. Они продают такое сияние кожи. Очень красивые розовые. Я думаю, что они ко всем подойдут. Просто супер. Если вы хотите, можно заказать их на eBay. Даже немножко поменьше, чем бы в магазине вы купили. Да, очень советую NYX румяна. Просто супер. На 5 с плюсом. Для глаз теперь. Что бы я советовала? От NYX очень-очень-очень качественные тени. Мне очень они нравятся. Я слышала, что в России можно NYX купить. Это Triple Shadow, что-то-что-то от NYX. Это в цвете Ultra Chic. И, как видно, я уже так полюбила вот этот белый цвет. Да, они мне очень нравятся. Я бы советовала такие натуральные цвета от NYX. Можете посмотреть на интернете, свочи, какие-то... Просто посмотреть обзоры на такие палетки от NYX. Но я бы очень советовала они. Насчет подводок я бы начала с карандашом. Вот это моя самая любимая черная подводка. Это от GOSH. Карандаш вот такой. Он мне очень-очень нравится. Очень качественный. И я знаю, что в России тоже можно купить GOSH. Да, нет, я не знаю. Но очень мне нравится вот этот карандаш. Я бы советовала его. Если вы хотите жидкую подводку после этого ложить на верхние ресницы, я бы не советовала сразу прыгать на эти жидкие подводки. Я бы сначала посоветовала гелевую подводку. А от MAC есть, конечно, гелевая подводка. Но если вы хотите от Essence, я слышала, очень хорошая гелевая подводка. Это как будто реклама для Essence и MAC. Хотя, нет, это не реклама для Essence и MAC. Я просто знаю, что Essence многие любят в России. И MAC, я думаю, очень качественная компания, которая легко начать. Потому что, чтобы вы не купили от MAC, это будет качественно. И это вас научит, что вам нравится, как что ложить. Это просто качественная косметика. И я просто из-за этого ее советую. И просто тоже, если вы зайдете в MAC, там кто-то может вам помочь. Не знаю, если в L'Etoile или в Sephora вам смогли бы помочь так же, как в MAC могли бы. Для тушь. Даже не думайте покупать дорогие туши, если вы только что натинаете. Многие туши продаются в обычных магазинах для очень дешевой цены. Они мне очень нравятся. Честно, я не вижу огромную разницу. Мне очень нравится от Covergirl Lash Blast тушь. А так, от Maybelline мне не очень нравится. Но я знаю, многим нравится. И от Revlon тоже неплохая тушь. Я бы не советовала там прыгать. Но если вы хотите очень качественную тушь, тогда Lancome делает хорошие. Я видела, что у нас в Sephora такие наборчики с пробничками такие. И они, конечно, продаются. Они не бесплатные, к сожалению. Но продаются такие наборчики. И там можно накупить такие пробничные размеры для бронзера, для туши, для румян. В Benefit я нашла очень классный набор. В Sephora я его нашла. И я слышала, что теперь у вас есть Sephora в Москве. И я очень рада для вас, потому что это классный магазин. Хотя немножко дорогой. Да. А вот этот бронзер, Hula Bronzer. Я не показываю вам просто вот это купить. Я просто говорю, что наборчики очень классные, если вы начинаете с макияжем. И теперь насчет губ. Что бы я вам советовала? Конечно, бальзамчики от Body Shop. Очень классные бальзамы. Мне очень нравится. Они придают розовый цвет губам. И дают такой классный блеск. Очень советую от Body Shop. И, конечно, я знаю, что в России нельзя... Хотя нет, я бы это не советовала. Про помады. Rimmel London делает очень классные помады. Они мне очень нравятся. У меня их есть, по-моему, 4 или 3. Очень красивые. Вот такие они пахнут. И они очень дешевые, очень классные. Cover Girl тоже делает хорошие помады. Revlon делает очень хорошие помады. Хотя Revlon более дорогие. Так что если вы хотите Revlon, будьте осторожны. Потому что за немножко больше денег можно даже купить что-то от MAC. И вот от MAC я бы советовала вам, если вы хотите помаду попробовать от MAC, я бы советовала Angel. Это моя любимая помада от MAC. И тоже Kim Kardashian любимая помада от MAC. И да, вот такая Angel. Очень мне нравится. Если вам нравится немножко посветлее помады, я бы советовала Hue. Она на моих кубах сейчас очень... Вот такие помады я бы советовала вам начать с MAC. Помады можно использовать каждый день, и вы никогда не устанете от них, и никто не скажет. Почему ты носишь эти красные губы каждый день? Это просто нутральный цвет губам. И да. И вот насчет кисточек. Что бы я советовала? Конечно, я бы советовала, может быть, если вы хотите от ELF заказать кисточки. Они неплохие, конечно. Если у вас нет возможности купить кисточки за немножко больше денег, чем там 2 доллара, 1 доллар. Я советовала. Если вам не важно качество, и просто вы хотите что-то, чтобы использовать для макияжа, я бы советовала кисточки от ELF. Они очень-очень-очень дешевые. И, конечно, я бы их советовала. Но если вы думаете про MAC кисточки, и вы не знаете, если вы хотите MAC кисточки, я бы советовалась от Sigma кисточки. Очень качественные. Все говорят, что они как MAC. Я не думаю, что они как MAC, но они очень хорошие. Они мне очень нравятся. Всякие такие кисточки от Sigma. Если вы хотите, я могу вам показать все мои кисточки, вам объяснить всякие фирмы, которые у меня есть. И да. А, я еще забыла вам показать. Если вы хотите делать новые макияжи каждый день с разными цветами, я бы советовала купить палетку от Buying Coins. Всякие девочки на YouTube уже рассказали такой палетке. И я причем сделала обзор. Здесь 120 цветов у этой палетки. Очень классные. Я причем их сегодня использовала. Я несколько теней использую почти каждый день. Эти тени даже можно для бровей использовать. Ну, несколько из них, конечно. И да, они мне очень нравятся. Я бы, конечно, советовала. Они очень недорогие. Мне просто очень нравится, потому что с ним можно экспериментировать и узнать, какие цвета подходят к глазам вашим. Просто, что вам нравится в макияже и что вам не нравится. Это было все. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Спасибо большое за просмотр. И увидимся очень скоро. Пока.